Вятскую управляющую компанию планируют лишить лицензии за то, что она не рассчиталась с транспортной компанией за вывоз мусора. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства. По данным чиновников, на протяжении долгого времени между управляющей компанией и КДУ-3 не было договора на вывоз твердых коммунальных отходов. Контейнерные площадки, которые принадлежат этой компании, не убираются. Сейчас чиновники думают, как решить проблему переполненных контейнеров и стихийных свалок в городе. При заместителе начальника департамента городского хозяйства администрации Кирова организована рабочая группа по этому вопросу. Также в администрации ответили, что установка камер видеонаблюдения на данный момент никаким результатом не привела. Лишать управляющей компании лицензии предлагает премьер-министр Дмитрий Медведев. На совещании со своими заместителями он уже сообщил об утверждении новых правил для обслуживающих организаций. По ним те компании, которые в течение года дважды допустят одно и то же нарушение, лишаются права управления домом. Перечень этих нарушений уже определен. Это ненадлежащее содержание систем газового оборудования, нарушение при эксплуатации лифтов, долги перед ресурсоснабжающими организациями больше, чем за два месяца, нарушение правил предоставления коммунальных услуг и другие. Представители некоторых управляющих организаций к изменениям отнеслись положительно, по мнению руководителя одной из таких компаний. Сейчас на рынке много управленцев, которые работают недобросовестно. На данные поправки, думаю, что положительно скажутся в принципе в целом, скажем, на работе управляющей компании, на качестве работы. На сегодняшний момент есть у нас государственный орган, государственная жилищная инспекция, которые также будут осуществлять контроль надзор. А уже если жилищная инспекция, скажем, каким-то образом не выполняет своих функций, либо, скажем так, некачественно это делает, у нас есть прокуратура. В компании, которая предоставляет тепло, поправкам тоже обрадовались, в частности потому, что, во-первых, это может помочь в решении проблем долгов, и неплательщиков уберут с рынка. Кроме того, ресурсоснабженцы также недовольны и исполнительностью некоторых управляющих компаний. Не все управляющие компании тщательно подходят с точки зрения подготовки как раз внутридомовых систем отопления. Это и бойлеры, их промывка, промывка внутренних систем отопления, и опрессовка внутренних систем. То есть, тем самым усложняется задача прогреть эти дома в зимний период. Даже при нормативном давлении не всегда дома могут прогреваться. По словам главы администрации города, законопроект станет хорошим подспорьем для администрации в решении проблем с недобросовестными обслуживающими компаниями. Тот механизм лишения их лицензий, который действует сейчас, сложный, и в России его применяли нечасто. Я думаю, что благодаря этому-то различные мошенники, которые действуют на рынке ЖКХ, поэтому себя так уверенно чувствуют. И сегодня могу сказать, что нам приходится объединять очень серьезные усилия и с правительством, и с госжилой инспекцией, для того, чтобы все вопросы связаны именно с мошенничественными действиями различных компаний на рынке ЖКХ, чтобы это все прекратить и привести рынок в цивилизованный.